Привет всем, у микрофона хомиш, и это свежий выпуск хороших новостей технологий, ведь на самом деле, даже при том, что криптовалюта растет, видеокарты не теряют в доступности, а в Европе и вовсе продолжают дешеветь, правда лишь в случае с решениями от Nvidia. Также Radeon RX 6600 XT официально поступила в продажу, есть и первые тесты, и цены, и много всего еще, плюс есть о чем поговорить, в очередной раз про 5000 G Ryzen, ну и в целом о положении дел красной компании. Короче, как всегда, будет интересно, для удобства видос разбит на главы, и ребят, обязательно подпишитесь, если еще этого не сделали, нажимайте на колокольчик, дабы узнавать обо всем раньше остальных, и ставьте лайки, ведь они и продвижению помогают, и греют душу. А еще, вот вам уже привычная рекламная вставка. Некоторые из моих зрителей наверняка задумывались о покупке Windows 10, это очень выгодно, можно сделать в магазине CDK Deals. Вот вам OEM Global ключ Windows 10 Pro за 1600 рублей, нажимаем купить сейчас. Вводим мой специальный промокод HM25 и получаем приятную скидку в 400 рублей. Далее подтверждаем заказ, выбираем удобный способ оплаты, получаем заветный ключ, переходим в параметры, выбираем раздел система, после тыкаем на О системе, вводим приобретенный ключик, Ждем подтверждения от серверов Microsoft, и вот, ваша система наконец-таки активирована. Также на CDK Deals стабильно проходят различные тематические акции, а в продаже имеются игрушки, софт, гифт-карты и многое другое. Короче, не стесняйтесь и заглядывайте на CDK Deals по ссылке в описании. В начале у нас уже традиционные криптовалюты. На момент 3 часов ночи, 11 августа, биток продают по 45 тысяч долларов, а эфир по 340. Есть что-то вроде небольшого спада, но это скорее коррекция, и да, я думаю, биток дойдет до полтинника, а эфир где-то до 3,5. Ну а что будет после, пока сказать сложно. Может и вовсе сейчас все пойдет на спад, а может и правда, биток со временем дойдет до 200-300 тысяч долларов. Верить уже непонятно чему, на каких-либо аналитиков я ссылаться не хочу, как минимум в случае с криптой. Просто буду раз в неделю напоминать вам о курсе криптовалют, как я делал до этого. Главное то, что еще в середине июля от различных ресурсов и просто источников, связанных с индустрией, поступала информация, что пик спроса уже в любом случае пройден. И даже если этого не хочется, видеокарты пойдут на спад, их станет появляться все больше на полках магазинов, и цены постепенно устаканятся. Да, все равно это будет оверпрайс, но хотя бы не такой, каким он был на протяжении первого полугодия 2021-го. И вполне реально уже осенью Nvidia покажут RTX 3050 и 3050 Ti, что сильно разгрузит магазины. Все-таки покупать 1050 Ti по 20 тысяч, ну прям совсем не хочется. А то, что творится с 1660 и 2060, это просто ужас. Тем временем, ребята с 3D-центра активно следят за ценами, и вот их аналитика за 8 августа. На этот момент свеженькие зеленые видеокарты в среднем продаются на 44% дороже от рекомендуемой цены, а красные аж на 59. По какой-то непонятной причине, 6000 RX после спада 4 июля начали дорожать. Если тогда было 153% рекомендуемой стоимости, то сейчас 159. Хотя у Nvidia пошло снижение. Серьезно улучшается ситуация с доступностью 3060 и 3060 Ti. Да и в принципе все карты доступны, вопрос лишь в цене. У AMD примерно та же история, и самый адекватный из всех кажется именно 6700 XT. Которые, правда, в среднем все равно продают дороже, чем 3060 Ti. А ведь это именно прямые конкуренты. Напомню, 6700 XT где-то между 3060 Ti и 3070 по производительности. Имея преимущество в виде 12 гигабайтного видеобуфера. Просто многие этих карт даже толком-то и не увидели из-за дефицита. А анонс по сути оказался на бумаге, и именно поэтому я напоминаю, что там вообще по производительности. Да, иногда она бывает даже лучше, чем 3070, но в некоторых ситуациях хуже, чем 3060 Ti. Именно потому я и говорю, что 6700 XT где-то посередине. Короче говоря, аналитики не соврали. Действительно, похоже, что пик спроса пройден. То есть не нужно так пристально следить за курсом криптовалют. Ситуация с дефицитом пошла на улучшение, и как минимум с видеокартами мы будем наблюдать постепенное снижение цен. Особенно, если говорить про лоу хешрейт версии и про 3070 Ti и 3080 Ti. Не могут же геймеры вечно сосать палец? Возможно, зеленые опустятся где-то до 130-135% от рекомендуемой цены, а что будет CMD пока сказать сложно. Напишите, если у вас есть какие-то предположения и скажите, готовы ли вы покупать видеокарту на 35% дороже от рекомендуемой стоимости. Кстати, именно на сегодня, на 11 августа, намечен старт продаж Radeon RX 6600 XT. Пока что самая бюджетная карта от AMD на RDNA 2 архитектуре, и она действительно неплоха. Первые обзоры появились еще вчера, 10 августа. Есть и от Игоря Лэпп, вот как она показывает тебя, к примеру, в Хорайзоне, чуть-чуть отрываясь от 3060. А вот последняя, Лара Крофт, Shadow of the Tomb Raider, где отрыв от 3060 уже ощутимый, но до Ti-Айки еще очень далеко. И, кстати, тут же видно, какая примерно по производительности 6700 XT, она именно между Ti-Айкой и 3070. Также есть детальные тесты от Гуру 3D, где, например, в Ведьмаке новинка оказалась где-то между Titan XP и Radeon 7, немного вырываясь от 3060, буквально на пару кадров. А, к примеру, в Киберпанке при Quad HD все уже не так радужно, в первую очередь из-за меньшего видеобуфера в сравнении с 3060, 8 гигов против 12. Как-никак, а AMD позиционирует эту карту именно под Full HD. Ну и вот еще для общего понимания, что там с трассировкой лучей. В тестах от тех PowerUp в Metro Is Hot получилось всего 6 кадров разницы с 3060, и это очень даже достойный результат. AMD-шные карты хуже себя показывают, если включить Ray Tracing. Это хорошо видно потому, как 3080, ее Ti-Айка и 3090 вырываются вперед от тех же 6900XT и 6800XT. Кстати, в Китае было что-то вроде предварительных продаж 6600XT за нереальный оверпрайс, аж по 1100 долларов. И кто-то с китайского форума ChipHale даже приобрел себе такую карту. Но не переживайте, на самом деле цены будут достаточно близкими к рекомендуемым. AMD не просто так в последний момент оценили карту в 379 долларов, а не в 350. Посмотрите, предпродажи в комп-юниверсе начинаются с 379 евро, и это 33 тысячи рублей. Таким образом, можно попасть уже под беспошлиный ВОЗ. И с учетом доставки, красная новинка достанется вам за очень даже здравый ценник. Да, это самая бюджетная версия от XFX, но например от MSI и ASRock выходит не сильно дороже. 400 и 410 евро соответственно. Отсюда я могу сделать вывод, что у нас карты будут, я думаю, все же тысяч по 40-45. Если, конечно, не включать наглость барыг на максимум. Просто, к слову, самая дешевая 30.60 стоит 546 евро, и она уже никак не попадает под беспошлиный ВОЗ. А с учетом всех растаможек, ее стоимость доставки выйдет, наверное, даже дороже, чем сейчас в DNS. Кстати, майнером новинка будет не особо интересно, так как ее стоковый хешрейт оказывается на уровне 25-30 мегахешей в секунду. Да, можно чуть заморочиться с настройкой частот и добиться еще пары-тройки мегахешей в секунду, но по итогу даже в пике выходит где-то 33 мегахеша. А это даже хуже, чем у RX 580. AMD никак не ограничивают добычу криптовалют, просто их карты получаются скорее заточенными под игры. А шейная и пропускная способность, наоборот, урезана, что в итоге компенсирует сабвуфером в виде Infinity Cache и для игрушек отработает, а для майнинга, к сожалению, нет. А может и к счастью. Напишите в комментариях, что вы думаете про 6600 XT и готовы ли вы приобрести себе такую видеокарту 1000 за 40-45, или, например, заказать с комп-юниверса. И вслед за официальным релизом Ryzen 7 5700G и Ryzen 5 5600G, профессиональные оверклокеры сразу начали делиться успехами в экстремальном разгоне таких APO. Все-таки, ребят, тут вам и монокристалл, и возможность хорошо разогнать оперативку, что всегда радует любого оверклокера. Именно потому и мне интересен 5700G, я хочу посмотреть, что можно выжать из него на обычном воздухе. Вот, например, ребята из MSI привлекли профессионалов, взяли свою самую крутую плату Meg X570S Unify X Max и установили туда Ryzen 7 в варианте Pro 5750G. Это тот же процессор, но рассчитанный под скорее профессиональную среду, с парой мелочевок типа шифрования, защиты данных в оперативке и т.д. Но не суть. Главное то, что вначале на воздушном охлаждении у них получилось разогнать Infinity Fabric до 2,550 МГц, а после они добавили жидкий азот, и тут им покорилось уже 2850 МГц. То есть вы себе только представьте, память работала в режиме DDR4 5700, а на воздухе без проблем на 5100, и при всем при этом она проходила мем-тесты без ошибок. Результаты очень достойные. И, кстати, сам проц под тем же азотом получилось разогнать до 6023 МГц. То есть, да, 5700G перешел порог в 6 ГГц. И это с работающими 8 ядрами и всего через пару дней после выхода процессора. Кстати, ребята с Tom's Hardware смогли разогнать интеграшку из 5700G до 2900 МГц, что тоже мировой рекорд на сегодняшний день. А еще они пообещали покорить отметку в 3 ГГц. Кстати, также MSI выпустили специальные мини-ПК Pro DP20Z, использующие 5000G Ryzen. Причем есть конфигурация еще и с третьим 5300G, который официально по десктопному направлению не выходил и остался как бы эксклюзивом для ОЕМ рынка. Цены начинаются с 419 евро. И это как раз за версию с 5300G, 8 гигами оперативки и 256 гигабайтным SSD. Вроде бы неплохо, но все же дороговато. Ну а теперь у меня сразу несколько мелких новостей про ближайшие красные новинки. Во-первых, уже очень скоро пройдет мероприятие под названием Hot Chips 33. Начнется оно 22 августа. И там Intel, AMD и TSMC будут рассказывать о своих вариантах трехмерной компоновки микросхем. То есть красные расскажут про свои 3D чиплеты, а синие про модулер, дизайн и его развитие. Также в сети появилась структурная схема и предварительные характеристики видеоядер Navi 31, Navi 32 и Navi 33, где в первых двух вариантах все еще будут использоваться чиплеты. Да, напомню, нас ждут именно чиплетные видеокарты. Ну а младшая Navi 33, это будет по сути один кристалл из двух чиплетов от Navi 32. То есть по итогу мы получим самую мощную карту на 15360 потоковых процессоров в сумме, среднюю на 10240 и младшую на 5120. Причем есть некоторые интересные уточнения по поводу техпроцесса. В случае с чиплетными решениями будет использоваться как и 5, так и 6 нанометровые технологии TSMC, а младший Navi 33 это 6 нанометровый монокристалл. Анонс можно ждать ближе к концу 2022 года. Ну и детальнее во всем этом мы будем разбираться где-то там в перспективе, тем более все еще может поменяться. Пока это лишь самые ранние утечки. Хоть все равно меня очень радует возможность такого скачка при переходе от RDNA 2 к RDNA 3. Ну а в дополнение есть любительский рендер процессорного разъема AMD AM5. В общем-то от того же парня, который показал как будет выглядеть теплораспределительная крышка от красных на следующих процессорах. Ryzen и Raphael переедут на обычную LGA упаковку, то есть мы больше не увидим никаких ножек. Плюс да, поменяется теплораспределительная крышка. Теперь она будет похожа на Core X процессоры от Intel. Ну и сам разъем нас ждет очень и очень интересный. LGA 1718, то есть более чем на 1700 контактов. Выглядит все это действительно симпатично. Опять же настольные проццы все ближе и ближе к хай-энд решениям. Я бы даже сказал все эти границы почти полностью размылись. Ну а в завершение у меня для вас рост AMD за последнее время. Как сообщают ребята с Mercury Research, во втором квартале этого 2021 года красные получили практически 17% всей выручки на рынке x86 процессоров. То есть тут учитываются и мобильные решения и серверные. Это более чем на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. А в последний раз компания могла похвастаться такими показателями еще в далеком 2006 году. Это четко указывает как захватывает рынок красная компания и как кстати растут цены на ее продукцию. Если же говорить о количественном соотношении, то AMD получается где-то 20% и по мобильному и по настольному направлениям. Однако в случае с серверами давно какой-то прям точной инфы не было, но судя по всему сейчас у них где-то 10%. И кстати возвращаясь к тем же Mercury Research, если говорить о доходах по серверному направлению, то сейчас это 11,6%. Что опять же серьезный рост, а последний раз подобные показатели были лишь в 2007 году. Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу, да и касательно других новостей в том числе. А также ставьте лайки, если вам понравился выпуск, подписывайтесь на канал, если еще этого не сделали и нажимайте на колокольчик, дабы не пропускать никакие видосы. Спасибо за просмотр, удачи и до новых встреч.